Имя Джош Хартнет. День рождения. 21 июля 1978 года. Место рождения. Г. Сан-Франциско, Калифорния, США. Рост – 188 см. Вес – 85 кг. Знак зодиака – Ра. Восточный гороскоп – лошадь. Карьера – актер. Хартнет наиболее известен по оскароносной драме Перл-Харбор. Драме о военной драме «Черный ястреб». Романтической комедии «40 дней» и «40 ночей». По роли Этана Чандлера в хоррор-сериале «Страшные сказки» и ДР. Впервые привлекший внимание телезрители ролью Майкла Фитцжеральда в сериале «Крэкер» в 1997-м, Хартнет дебютировал на больших экранах в слэшере «Хэллоуи». 20 лет спустя, а затем снялся в хорроре «Факультет» драме «Девственница самоубийцы» и ДР. Джошуа Дэниел Хартнет, сын Уэнди Энн и Дэниела Томаса Хартнета, родился 21 июля 1978 в Сент-Поле, штат Миннесота, хотя некоторые источники ошибочно указывают Сан-Франциско, штат Калифорния. Воспитанием Джоша занимался отец, управляющий зданием, и мачеха Молли художник. У актера есть два брата, Джейк и Джо. Хартнет посещал католическую школу. Он серьезно увлекался футболом, но травма левого колена поставила на спортивной карьере точку. Помимо прочего, Хартнет увлекается живописью. По окончанию средней школы Джош переехал в Нью-Йорк, чтобы обучаться в консерватории театрального искусства и кинематографии в Перчизе. В 19-летнем возрасте Хартнет оказался в Калифорнии. Вскоре после прибытия в Лос-Анджелес Джош, что называется, поймал волну и попал в актерский ансамбль сериал Крэкер. Недолго просуществовавший, но успевший добиться признания критиков, Крэкер закрылся после 16 эпизодов. Этого хватило, чтобы Хартнет сделал себе имя и начал получать приглашение от режиссеров. До старта кинокарьеры актер играл в небольших пьесах и снимался в рекламных роликах. В 1998-м Джош появился в слэшере «Хэллоуин», 20 лет спустя с Джейми Ли Кертис. Фильм собрал неплохую кассу. Хартнет укреплял свои позиции, снявшись в таких голливудских картинах, как «Счастливое число Слевина». Изначальные планы сыграть роль Тина в экшне «Дикая банда» провалились. Зато Джошу досталась одна из главных ролей в напруженном наградами в блокбастере «Перл Харбор» Майкла Беа. В начале 2000-х актеру несколько раз предлагали сыграть Кларка Кента «Супермена» в проекте, изначально разрабатываемом Бретом Ратнером. Объясняя причины своего отказа, Хартнет заявил, подобные фильмы не попадают в число желанных. «Я отказывался» и от других супергеройских ролей. Джош попал в список 21 самых горячих звезд в возрасте до 21 года журнала Team People в 1999, 25 самых горячих звезд в возрасте до 25 лет в 2002 и 50 самых красивых людей журнала People также в 2002. По результатам голосования, Хартнет был признан третьим самым сексуальным мужчиной в журнале Bliss. В 2003-м Питта назвала актера самым сексуальным вегетарианцем из ныне живущих. В 2006-м Джош сыграл в детективной драме «Черная орхидея» со Скарлетт Йоханссон. Его персонаж расследует жестокое и загадочное убийство старлетки Элизабет Шорт. В 2007-м Хартнет появился в драме «Воскрешая чемпиона» с Сэмюэлом Эл Джексоном и преобразился в шерифа маленького городка в хорроре «30 дней ночи», основанном на графической новелле. Хартнет собирался сыграть трубача Чета Бейкера в фильме «The Prince of Cool», но не согласный с идеями продюсеров, покинул проект. В 2008-м актер исполнил роль Чарли Бобита в театральной версии оскароносной драмы Берри Морроу «Человек дождя». Джош стал лицом нового аромата «Diamonds for Men» от «Temporio Armani», в том числе снимался в рекламе и сверкал на плакатах. Как выяснилось, Хартнет был первым среди мужчин знаменитостей, представлявших линию ароматов Джорджи Оу «Armani Beauty». Актер появился на обложках многих журналов, в том числе «Cosmogviral», «Details», «Entertainment Weekly», «Girlfriend», «Seventeen», «Vanity Fair», «GQ» и «Vman». Хартнет также засветился в журналах Vogue, Elle, People, Glamour, InTouch и InStyle. В 2009-м Джош продюсировал видеоклип рэпера Кида Куди на песню «Persuit of Happiness». В 2014-м Хартнет был утвержден на роли Тана Чандлера в готическом хоррор-сериале «Страшные сказки», съемки которого проходили в потрясающих местах в Дублине и Ирландии. Сериал помог актеру расширить границы своей популярности. Что касается славы, Джош заявил следующее. «Я знаю, каково это быть на виду у всего мира. Это продолжалось в течение нескольких лет, и меня не покидало ощущение неловкости. Мне кажется, старание удержаться на вершине – самый короткий путь к несчастью». Отказывающийся некоторое время от съемок, Хартнет пояснил свою позицию. «Я потратил какое-то время на раздумья. Я серьезно думал о том, является ли для меня актерская деятельность правым делом». Помимо этого, пауза в карьере позволила Джошу активно поддерживать компанию «Зеленых» Global Cool против глобального потепления. В недалеком будущем актерскую игру Хартнета можно будет оценить фэнтези Долина Богом, драме Джеймса, Франка, Могила с Дериком Харшбаргером, триллере на глубине шести футов и военной драме «Горы и камни». В конце 2013 актер начал встречаться с Тэмсин Эггертон, которая в конце 2015 подарила Хартнету дочь. В начале августа 2017 года Джош снова стал отцом, жена родила второго ребенка. Пол и имя наследника супруги держали в строгом секрете. В первый месяц репортерам удалось запечатлеть несколько фотородителей с двумя детскими колясками на прогулке в городском парке. Джош Хартнет проявляет активную жизненную позицию. Он даже оставлял актерскую карьеру, чтобы поддержать начинание компании Global Cool, продвигающей идею здорового образа жизни. Также артист вместе с коллегами Умой Турман, Джиной Дэвис и фотомоделью Шанели Манн привлекал внимание общественности к проблемам засухи в Восточной Африки.